Несколько слов, как вводные к сегодняшнему совещанию. У нас сложилась также хорошая традиция, можно сказать, советоваться по важнейшим вопросам, которые вынесены для решения президентом. Это значит указы или распоряжение президента, проекты подготовлены. В связи с этим некоторые вопросы по этим проектам есть. Я хотел бы получить уточняющие и дополнительные ответы на них. Для сегодняшнего совещания вынесены четыре темы. Нам предстоит рассмотреть несколько важных экономических вопросов, принять по ним оптимальные для государства решения. Первый – проект указа, согласно которому расширяются функции центров по обслуживанию бюджетных организаций. Кто у нас докладывает? Что такое эти центры, сколько их и какие бюджетные организации они обслуживают, чтобы люди вспомнили или знали, о чем идет речь? Это организации, которые были созданы, уважаемый товарищ президент, в 2020 году. По сути, это преобразование тех централизованных бухгалтерий, которые были с советских времен, еще с 80-х годов. Сегодня их 181, и обслуживают они более 9 тысяч организаций. Основные функции – бухгалтерский учет, закупки, а также хозяйственные. Хозгруппы. В рай-горосполкомах были не централизованные бухгалтерии. Бухгалтерия была в отделе образования, в отделе культуры, в отделе здравоохранения. Они были все в каждой структуре отдельные. Хорошо, вы их собрали в кучу, обозвали централизованными с культурой, с образованием. Вы забрали численных, посадили в централизованную группу. И убрали от райисполкома. Назвали центром. Сегодня нам не требуется в каждой школе иметь бухгалтера, специалиста по закупкам, юриста, без которых хозяйственную деятельность осуществлять нельзя. И по сути, эта деятельность не является государственной службой, потому что мы в исполкомах, в министерствах такие функции тоже отдали на технический уровень. И, соответственно, теперь эти люди находятся в центре и могут осуществлять эти функции для различного количества организаций. Тем самым мы оптимизировали эти функции. И данным проектом указа предусматривается еще нагрузить их дополнительной работой, чтобы они могли заниматься проще капитальным ремонтом, представлять в судах эти организации, а также... По-народному говоря, кому подчинены эти центры? На сегодняшний день они подчиняются исполкомам. Исполкомы создают эти центры. И на сегодняшний день контракт с руководителем этого центра заключается исполком. Это прямое подчинение этого центра исполкома. Никаких вопросов с точки зрения... Юридически где это закреплено? Это под пункт 1.1 указа номер 475 от 2019 года. Там написано установить, что исполнительные комитеты областного и базового территориальных уровней имеют право создавать государственные учреждения, центры для обеспечения деятельности и осуществления видов деятельности, которые указаны в настоящем указе. Ну и там двоеточие. Для организации здравоохранения, образования культуры и физкультуры, структурных подразделений исполкомов местных администраций районов в городах и исполкомов первичного территориального уровня. То есть по сути сельсовет. Значит во всех районах это создано? Так, с администрацией. Запланируйте мне поездку в один из районов, не называя. Я поеду в район, посмотрю как это функционирует. Централизовал, это правильно. Собрали в кучу, ради бога. Но желательно, чтобы централизация была мотивированной. Если вы централизовывали и наполовину сократили, хорошо. Но если вы централизовали это все, от школ до РАНО там собрали в кучу, то что было, в одну кучу собрали. И подчиняется он, не подчиняется председателю райисполкома. Вы мне не прочитали это. Они могут создавать, а могут не создавать. Слушайте, что за вертикаль власти? Сейчас, если мы приняли в компактной стране решение вывести, централизовать и вывести их из исполкома, вопрос, я даже не понимаю, зачем вы это делали. Что изменилось в плане дисциплины, исполнительности и прочее, что вы убрали из исполкома этот центр по-новому называют? Что изменилось? Вы хотели мне показать, что вы обособили аппарат и его сократили, а этих тихонько вывели. Так там же мы бюджетные деньги тратим. Там же надо наполовину в этих центрах было сократить. И пришли ко мне еще что-то просить. Расшириться что-то за подходы такие. Не дай бог, я поеду в райисполком и увижу там хоть одну закоручку не так. Зачем вы вывели? Зачем? Пусть бы они эти централизованные центры, пускай там будут. Ладно, они сократились, но пусть они будут в исполкомах. У председателя исполкома заработная плата, деньги – это главный рычаг во власти, в управлении. Все понимали, что это все там у исполкома, и он будет решать. По зарплате от учителя до председателя исполкома. Зачем мы это делаем? Или сделали? Более того, начинаем хомутать на то, что еще не отработано, не проработавши, вот так вот выпихивать на президента направление деятельности в целой стране. Но пора уже неформально подходить к этому вопросу. Поэтому разбирайтесь и потом вносите предложение, чтобы это было жестко выстроено под исполком. У нас исполкомы сегодня не перегружены. Они порой не знают, чем заниматься. Самое главное, как наши нововведения, которые мы планируем, отразятся на деятельности, вновь включаемых, как вы тут сказали, бюджетных организаций, особенно в регионах. Обоснованные должны быть шаги, и мы должны от этих шагов получать эффект. Второй вопрос. Для обсуждения. Финансирование государственных театров. В 2021 году, посещая театр Янки Купалы, мы вроде бы договорились, театр существует. Совершают какие-то постановки, так? Покупают люди билеты, так? Спонсорская и прочая деятельность. Заработали миллион рублей. Мы договорились. Сколько заработаете, столько из бюджета получите. Так? Что еще надо? Что еще надо? Вы чего ко мне сегодня пришли? Какие вы деньги еще у меня просите? 50% мы даем театрам дотации. Тем театрам практически, которые в 2020 году выступили за уничтожение государства. Что вы сделали для того, чтобы выполнить мое поручение? Все выполняли. От министра культуры, председателей Горуболосполкомов до Качановой. Все ходили вокруг театра. Пришли, говорят, денег мало. Что вы просите? Проектом предусматривается равноданевое финансирование и средств бюджета, и собственных средств, затрат театральных учреждений на оплату труда артистов и худ персонала, создание новых постановок, проведение гастролей, выплату авторских отчетов и вознаграждений. Второе. Что вы предлагаете? Чтобы я заплатил за содержание и использование в полном объеме за счет бюджетных средств госимущества театров, включая оплату труда служащих и рабочих, коммунальные услуги, техническое обслуживание зданий и сооружений, благоустройство территории, деревья буду садить за вас, и ремонт оборудования и транспорта. Разве театр будет переживать по поводу транспорта, какого-то оборудования? Это же заплатят с бюджета. Я неправильно читаю ваше предложение, Василий Николаевич? Да, в данном случае, ведь это то, что эти расходы будут платиться из бюджета. Но сейчас и это платится, все из бюджета. Нет, так мы же договорились. Есть театр. Половину заработали. Вот ломятся люди прямо на эту постановку. Платят бешеные деньги за билеты. Получили огромную сумму денег. Миллион долларов. С бюджета получите еще миллион. Что еще надо? Зачем вы мне начинаете делить? Это вот творческим работникам мы заплатим, а вот это вот обслуживание сооружений, благоустройство территории и ремонт оборудования и транспорта. Это что, не входит в их себестоимость, скажем так, работ? Почему там будут платить за половину моих, половину театра, а здесь вот сто процентов мы должны это платить? Еще раз читаю. Почему мы должны платить зарплату служащих и рабочих? Вы же знаете, как нанимают служащих и рабочих? У нас в бюджетных организациях конь не валялся. Неизвестно, сколько людей работает там. Море. А здесь же мы труд из бюджета оплачиваем. Ну тогда и служащих и рабочих можно нанимать кучу. Но мы и сейчас оплачиваем. Чего мы собрались сегодня? Мы же собрались, чтобы лучше сделать. А вы мне предлагаете сегодня вот этот бардак узаконить. По нашим расчетам это приведет к уменьшению финансирования из бюджета. Предполагается, что мы будем платить только постоянные расходы. Все остальное, сколько заработал театр, столько доплатил бюджет. Подожди, не надо мне в этом ходить. Мы будем финансировать постоянные расходы. А в постоянных расходах конь не валялся. С этим согласен. Ну так а зачем вы мне подсовываете эти решения? Мы же договорились. Заработали миллион. Миллион с бюджета платите. Тогда будет понятно. Вы заработали больше, больше получили. Мы же 50% даем. Это что, мало? Доплачиваем заработали. Предполагается. Ну так 50% вы представляете? Что такое 50%? Рубль заработали, я вам еще рубль даю. Что еще надо? Вот пишут же. Какая цель? Цель стимулировать творческую активность театров. Установить промоузависимость зарплаты творческих работников от результата в их трудах. Какое? Мы же платим им. Какая у них цель? Ну поставили паулинику. Люди валом пошли. Хорошо. С давних пор. А дальше что? У них что? Стремление будет товар лучше сделать? Да не будет. А как было? Они же вышли с БЧБ флагами для того, чтобы мы дали большую свободу. Ну так давайте мы им дадим это. Что заработали, то важно. Ладно там где-то еще коммунальные как-то расходы. Или еще какие-то там, где можно учесть. Если он будет платить за коммуналку, он будет смотреть, какая у него температура в театре. Он будет держать температуру 18 градусов, а не 25. И форточки настижь. Что не так? Да какое же здесь стимулирование? Следующий вопрос. О присоединении сельхозорганизаций. Что вы хотите от меня? Вы хотите присоединить колхозы-соохозы к государственным промышленным предприятиям. Я вам поручил этот процесс держать поле зрения, если нужно внести предложение. Вы вносите предложение. Какое? Кого сегодня к кому будем присоединять? Со 127 очень сложных неплатуроспособных предприятий практически 117 находятся в трех областях. Это Гомельская, более 50 предприятий, Могилевская, Минская. У нас система сегодня есть? Немножко не такая. Мы сегодня присоединяем колхозы-соохозы к предприятиям, частникам, передаем или не передаем. Чем вас не устраивает эта система? Мы прошлыми указами не создаем таких благоприятных условий для хозяйства инвестора. Мы всего лишь хотим для предприятия, которое возьмет на себя нагрузку СПК, ему создать эти условия. Вот это основное отличие. Потому что в 399-м, в 253-м у нас были условия созданы только для предприятия ПК, для колхозов. Хорошо. Мы имеем 8 миллиардов 300 миллионов в прошлом году от продовольствия, доход страна имеет, поступление валюты, потому что мы в руках держали сельское хозяйство и модернизировали его, проводили его в порядке, дисциплину наводили. Сегодня ты говоришь, вот давайте подпишите указ, мы сейчас вот будем эти 127, неизвестно какие, просоединять неизвестно к кому. Но дополнительно пропишем, что Белавдамаза или кто-то будет иметь там какую-то льготу на 3 года рассрочка там и так далее. Сейчас это все, если идти старым путем, предусматривается и можно предусмотреть дополнительно по предприятию в отдельном распоряжении президента. Их несколько будет. Вы хотите мне чохом и перенести это решение в правительство. Я не понимаю. Я что, затормозил какой-то процесс? Я не понимаю, зачем вы ломаете нынешнюю систему? Вопросы приватизации. А еще неизвестно, передали Белавтомат, а дальше как будет? Дальше что будет? Не сработал, не получилось или сработал хорошо. Продаем, не продаем. Что дальше? Александр Игорьевич, ну наверное, общим чохом и не получится. Наверное, не бывает, когда мы речь ведем о ценнейшем продукте в нашей стране, когда речь идет о земельных угодьях, о ресурсах. Что вас не устраивает? Вы приняли решение, даже не вы, губернатор определился. Он знает, какие предприятия ему надо приводить в чувство. Он внес предложение, проект решения президента, президент подписал. И в этом распоряжении о присоединении колхоза имени Брыло, Белавтомазу. Вот такие сроки. И реструктуризация вторым пунктом. И еще какая-то льгота. Мы не могли это сделать? Этот нынешний указ, 3199, нам не позволяет реструктуризировать этот долг для головного предприятия. Александр Игорьевич, услышьте, пожалуйста. Так я же вам говорю, что мы в распоряжении, когда Белавтомаз, это предприятие, которое берет колхоз, мы же там эту льготу еще больше можем прописать. Почему мы не можем там это прописать? Это не чоком будет для 127, а может там и больше будет. А каждому, может кому-то надо льготу эту дать, а может кому-то и не надо. Мы же речь ведем о присоединении колхозов и совхозов. Считай государственную собственность к государственным предприятиям. Мы же к государственным предприятиям. Так точно. Так мы должны разобраться. Надо Мазу эта льгота. Ну надо, наверное, дать ему эту льготу, потому что у него не ахти свое материальное положение. Будучи в Петрике, я поручил Головатому взять несколько предприятий взять. Зачем ему эта льгота? Он богатый человек, зачем ему эта льгота? Там госпредприятие и здесь. А вы всем льготы раздаете. Передаем колхоз имени Брило, Зайцу передаем. Мы пишем первый, второй, третий, пятый пункт распоряжения президента. И там предусматриваем льготу и может даже больше. Вы скажите, в чем я не прав? Но это будет более трудоемкий процесс. Какой трудоемкий? По каждому хозяину. Мы вас освободим от этой трудоемкости. Турчин будет на правую предлагать президенту. Это не ваша зона, это собственность, так сказать, государственная, но уровня Турчина. Они отвечают за сельское хозяйство. Если вам трудоемко, он на правую президенту внесет. Собственность, деньги и власть. Три кита. Это главное в любой стране. Чего вы уж так за меня переживаете? Я немного подписываю так. Но чоком принимать решение, как сегодня, проще потом работать. А так вы же несете этот проект распоряжения? Сегодня один, завтра второй, третий. А вдруг президент посмотрит, сколько вы будете носить эти проекты распоряжения? Почему вы не работаете? Почему вы допустили сельское хозяйство до этого? А так вы уйдете в терь. Уйдете от президента по основному вопросу. Вопрос собственности. Вот у него 20 хозяйств. Вот 20 инвесторов. Госпредприятий, которым он передаст эти хозяйства. В одно распоряжение президента, приложением перечислили хозяйство, кому передаем на первой странице решение президента. Плюс льготы, если надо, убыточных предприятий в районе 2-3, так? И это должна быть зона ответственности председателя райисполкома, начальника управления сельского хозяйства и еще одного чиновника. А в другие хозяйства не надо ездить, потому что там нормально. Вы сейчас эти хозяйства, убыточные, сложные, которыми я поручил заниматься вертикали власти, вы их сейчас в кучу и уводите от ответственности тех, кто за это должен ответить. Председатели райисполкома и обл. исполкома должны отвечать за убыточные. Их всего 130. Что такое 130? Это ничего. Ваша задача работать в той системе координат, которая есть, и давать результат. Вы провалили 130 хозяйств, у вас убыточные. Это ваш провал. Вместе с губернаторами. И за это ответите. А если надо вносить подобное предложение, вам кто запретил? Ольга Ивановна, у нас что, не конституционный президент примет решение, если они внесут по каждому колпозу? Как раз на обороту, Александр Иванович, мне кажется, что эта практика оправдана в себя, и в общем-то всегда надо прикладывать финансово-экономическое обоснование, и администрация обращает внимание на такие предложения, которые вносит... Это надо пройти определенные барьеры и объясниться. Объясниться, почему вы вносите предложение фактического приватизации, образно говоря, приватизации предприятия сельскохозяйственного. Почему вы не сработали? Чуприс правильно сказала с позиции власти. Власти, которую осуществляет президент. Ты иди по инстанции и докажи, что это сложнейший вопрос. Я сейчас говорил, что приватизация у нас практически запрошена. Как у нас проводится приватизация государственных предприятий? Трудовой коллектив собирается. Руководитель Белавтомаза захотел приватизировать. Он собирает трудовой коллектив и там им объясняет, что если мы приватизируем, вот это, это, это сделаем, мы завтра будем в шоколаде. Так трудовой коллектив принимает решение. Потом пошло по инстанциям райсполком, горысполком, кухарем, потом в правительство. Потом президент принимает окончательное решение о приватизации. Почему? Ну, во-первых, приватизировать предприятия там интересны и районам, и областям, и странам. Поэтому они должны это согласовать. Ну и вот этот путь тяжелый, как говорят, бюрократический, я признавал, да, это умышленно сделано бюрократично. Потому что это важнейший вопрос собственности. Если бы мы пошли путем Украины, мы бы имели то, что один. Но мы же этим путем не пошли. Я же в 95-м, 96-м сражения на улицах выдержал с нашими нацменами. И частники, которые страну уже поделили. Именем революции это все перечеркнул, пользуясь поддержкой народа. И мы не пошли по реформам, которые принимали в парламенте. Мы фактически поставили за слов приватизация. Она тогда называлась прихватизация. Это важнейший вопрос. Это самое, что, грубо говоря, ребенка кому-то своего отдать. То самое взять собственность. Особенно население. Слушайте, это же резонуть человека по сердцу. Не важно, что там не частное предприятие. Но все равно вот колхозник, рабочий сомхоза, он все равно в душе у него останется. Особенно те, кто хорошо работает. Ну зачем нас продали? Но я поэтому и знаю, я это их предупредил 8 или 10 лет назад. Мы вас будем поддерживать. Мы будем вас вытаскивать из этого. Но кто к этому году не сделает, мы будем вас приватизировать. Вопрос, каким путем? Чоком, как вы предлагаете 127? Или как мы это делаем? Каждое в отдельности рассматриваем и к кому-то присоединяем. Это во-первых. Во-вторых, я сказал. Если мы к МАЗу присоединяем, а он сегодня по уши в долгах, мы ему тогда предоставим вот эту рассрочку-отсрочку. А голова тому, у которого денег куры не клюют, ну зачем ему эта льгота? А так вот по этому указу все получат льготу и рассрочки. Зачем? Мы же должны считать эти деньги. Поэтому этот чоковый подход, его быть не должно. Поэтому этот процесс остановлен не может быть. 127 это ничто. И то надо еще разобраться. Почему они такими стали? Разберитесь, а потом вносите предложения. По каждому или группами по области, где будет конкретно расписано. Этому инвестору даем льготу. Этому не даем даже два предприятия присоединить. Что я вам объясняю? Я вам тысячу раз об этом говорил и по телефону, и глаза в глаза. Четвертый вопрос. По МАЗу. В болото предприятия загнали, денег нет, функционировать без помощи не может, пришли в бюджет. Ну примерно так получается. Так? При этом, пишите мне, кредиторская задолженность равна дебиторской. То есть, если бы он продавал товар за деньги, сегодня бы практически не было вопросов. Я неправильно дебиторская, кредиторская сформулировал? То есть, вы отдали товар, не получили за него деньги, то есть, кому-то автомобили загнали, деньги не получили, за него образовалась дебиторская задолженность. Так? Александр Ильич, дебиторская задолженность на первое число составляет 50%. Вы мне написали, что я... Хорошо, 50%. Чего ты, будучи в Белазине, приходил ко мне деньги просить вот таким образом? Потому что зарабатывал. А почему он не зарабатывает? А почему я должен сегодня от них забрать и вам отдать? Вот вы пришли, вы мне говорите, нет иного решения, нежели выдать ему деньги. Александр Ильич, речь идет о дарморщине. Речь идет о реструктуризации этих долгов, которые были накоплены. Ты знаешь, что такое реструктуризация? Это ты сегодня мне должен это отдать, а я должен тебе сказать, через 10 лет вернешь. А мне в бюджет нужны деньги. Пенсионерам надо помочь, учителям, врачам и прочим. И не только в бюджет. Там банковские, наверное, кредиты. А кредиты это денежки и бюджеты, и людей. Вы абсолютно правы. Я могу сказать одно в защите действующего руководителя. То, что эти проблемы МАЗа, они накапливались ни один, ни два, ни три года. Мы его назначили для того, чтобы он эти проблемы решил, а он их усугубил. Вы правы абсолютно. Вот тебе ответ на твое оправдание. Если эти решения вами будут поддержаны... Какие? ...по реструктуризации половины суммы задолженности. То есть ты хочешь 50% долгов его, чтобы мы отсрочили. К сожалению, без вашей поддержки мы не можем. Да не поддержки, надо подпись президента, чтобы я вам подарил на 10 или сколько лет. Вы не назвали еще время, чтобы я вам подарил эти деньги. Я же не Дед Мороз. На сколько лет? На 15 лет. Давай, может, на 30 лет. Чего? Нас с тобой не будет. Александр Григорьевич, главная задача, которую мы видим, правительство видит. Нужно запустить очередной инвестиционный цикл. Ну, получилось так, что предприятие на протяжении последних 15 лет практически не инвестировало денежных средств в свою хозяйственную деятельность. Сколько директора работает? Три года. Три года. Что сделано за три года в плюс? Ну, выполнили все доведенные показатели по этому году. Какие? Начинали... Кредиторка, дебиторка увеличилась. Ну, дебиторка и... То, что вы наштамбовали машин и в долги это загнали. Слушай, кому это надо? Сегодня в условиях, введенных ограничений на поставку техники на рынок Российской Федерации, увеличение утилизационного сбора и других мер ограничительных, у нас уникальный шанс. Мы уже с Россией сумели договориться. С КАМАЗом договорились. Они унифицировали все узлы. То есть КАМАЗ сделает для МАЗа, МАЗ сделает для КАМАЗа. Перестали драться. Сегодня имеем доступ на рынок Российской Федерации. Согласны? Если это предложение будет поддерживано, согласно нашего бизнес-плана, который поддержан... Александр Николаевич, поэтому я вас сюда и притащил, что у вас уникальная возможность работать. Это то, о чем вы говорите. А вы пришли за деньгами. Сколько денег вы вернете в этом и в следующем году? Я уже не говорю 15 лет. Вот в этом и в следующем. Реструктуризация должна начинаться где-то с года 2025. То есть следующий год, этот год, следующий работают, с 2025 должны платить. Конечно, у них есть мысли о том, чтобы отнести это все на попорку. Но в этом году в их расчетах не просматривается возврат. Но это в их расчетах, а в наших. А в наших мы же правительстве не привыкли считать. Зачем? У него ведомственный подход, он вчерашний директор. У этого тоже ведомственный уже за промышленность отвечает. Но вы у меня за деньги отвечаете. Вы должны были им поставить вопрос, как я сейчас спрашиваю, сколько ты мне вернешь в этом и в следующем году? Равнометариан. В этом году он не сможет пройти. С следующего равнометарианта. Что ты, Маршалов, сколько ты? 10 миллионов верну в следующем году. Я буду каждый год возвращать по 10 миллионов. Готовьте проект указать.